МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Октябрь 2018 года. Американские конгрессмены принимают беспрецедентное решение признать голод 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. Умирали массово, вместе с усопшими хоронили еще живых, тех, кто уже не мог двигаться. Не раз земля шевелилась, когда присыпали мертвых. Это не выдержка из сценария триллера, а описание событий на Украине в 1932-33 годах. Эти и другие леденящие кровь воспоминаний очевидцев Голодомора рассекретила службу безопасности Украины. В Киеве заявляют, все документы подлинные, и описанное в них сомнению не подлежит. Но был ли Голодомор на самом деле? И почему в эти самые годы население Украины не уменьшилось, а увеличилось почти на миллион? Сегодня мы впервые покажем редкие документы, которые прольют свет на события тех лет. На большой экран вышел украинский триллер Гаррит Джонс о Голодоморе. В картине идет речь о гибели миллионов людей, незалежной в 1932-1933 годах. Авторы картины утверждают, в этих страшных событиях виноват Сталин и те, кто был рядом с вождем. Украинский историк Людмила Гриневич заявила, Иосиф Виссарионович готовил Голодомор так же, как и Гитлер, Холокост. Большинство украинских политиков, историков и деятелей искусств, когда речь идет о Голодоморе, открыто осуждают именно советскую власть. Но при этом почему-то умалчивают об истинных причинах гибели людей на Украине. Ну что ж, давайте сегодня попытаемся разобраться, почему произошла одна из самых жутких трагедий 20 века. И почему власти Украины винят в этом именно русских. Сегодня в программе. Голодомор. Миф или страшная реальность? Причем здесь американское лобби, и что общего между женой Виктора Ющенко и агентами ЦРУ? Шокирующие подробности. Как следственный эксперимент помог разгадать смысл старых фотографий. Можно с уверенностью сказать, что вот этот снимок сделан не на Украине. Сколько стоит антисоветская пропаганда и кому она выгодна? Причем название группы было примерно таким, по изучению голода, инспирированного советским правительством. Только проверенные факты и реальные экспертизы помогут разобраться, что стало причиной голода на Украине и был ли геноцид. Недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко влиятельному информационному ежедневнику Вельд заявил, за годы Голодомора Украина потеряла четверть населения страны. Немецкие журналисты информацию проверили и обвинили чиновника во лжи. И вот первая улика из прошлого. Это данные Укрстата, официального статистического ведомства, Украинской ССР. Согласно архивным материалам, в 1930 году население Незалежной составляло 29 миллионов 617 тысяч человек. В 1933 это уже 31 миллион 900 тысяч человек. То есть мало того, что людей на Украине в этот период не стало на четверть меньше, как говорил министр, их в Советской Республике стало больше, чем на миллион. Но как такое возможно? С этого скандального интервью мы и начнем дело о Голодоморе. Украина против России или подлинная история одного мифа о геноциде целого народа? Выдержки из дневника крестьянина Нестора Белоуса жители села Лебяжи Чугуевского района Харьковской области на первый взгляд кажутся тоже более чем правдоподобными. Их рассекретила служба безопасности Украины. Записи тут же, в прямом смысле слова, взорвали интернет. 90 страниц откровений о том, как жили и страдали люди на украинской земле с 1932 по 1933 год. Сентябрь – 1932. Явилась бригада, смотрела в хате, в клуне, ширела в соломе и в полове. Очень напугался, но пришлось отдать последнее. Забрали все, совсем жить нельзя. Хлеба нету, люди пухнут с голоду, ходят как тени голодные. На базаре буханка хлеба стоит 25 рублей, пуд ржаной муки – 90, пшена – 120 рублей. В 12 часов ночи загадали идти в штаб с хлебными квитанциями. Держали до утра, только и говорят, что «накладай, вези». Но можно ли эту улику считать подлинной? Украинские историки утверждают однозначно да. В 1932-1933 годах офицеры НКВД не просто отбирали у людей продовольствие, но и пытали их, если те не хотели раскрывать свои тайники. Но согласно другим рассекреченным документам из Государственного политического управления при НКВД РСФСР вырисовывается совсем другая картина. Вот лишь немногие выдержки из этих материалов. В Донецкой области, в селе Алексеевка, крестьянин Трахим Нерешет умер, а после его смерти у него во дворе нашли яму, полную сгнившей кукурузы. В селе Макартянина у единоличника Семена Стрельцова, заявлявшего, что голодает, было обнаружено 8 пудов ржи и 3,5 пуда овса. Так отчего же тогда массово умирали крестьяне? И каким свидетельствам можно верить, а каким нет? Мы решили изучить биографию жителей села Лебяжья Нестора Белоуса, который ввел дневник и свидетельствовал. Геноцид в республике был. И вот что нам удалось выяснить. Он благополучно пережил голод. А потом, согласно протоколу номер 11, заседание Бюро Чугуевского райкома КП от 11 марта 1933 года был осужден, цитирую, за то, что применял новый вид контрреволюционной агитации. Но что же это за новый вид агитации? Помимо страшных описаний голода и геноцида, Нестор в своем дневнике, как бы невзначай, пишет о том, что власть сеет между крестьянами вражду и ведет себя хуже татарского ига. Так можно ли записи Белоуса считать уликой из прошлого? Или это, как говорили на суде, новый вид агитации? До сих пор не найдено ни одного документа, в которых бы прямо или косвенно говорилось о том, что голод был организован сознательно с целью организации голода, как такового. не имелось планов уничтожения каких-либо социальных либо этнических групп населения. Несмотря на все это, несколько лет назад в Киеве приняли закон, в нем говорится, голодомор – это геноцид украинского народа. В Незалежной в 2009 году состоялся суд. Вот, как комментирует это заседание пресс-служба СБУ. Цитирую. Сталинский тоталитарный режим принимал решения, которыми были разрушены традиционные формы сельскохозяйственного производства. Украинских крестьян лишали необходимых для жизнедеятельности запасов зерна и продовольствия, а также действовали специальные вооруженные отряды и армейские части, которые изолировали территорию Украинской ССР, что создало в 1932-33 годах для национальной группы украинцев жизненные условия, рассчитанные на их полное физическое уничтожение. То есть суд констатировал, обвиняемые совершили преступление, но закрыл уголовное дело в связи со стечением срока давности. Но на каких фактах строятся эти обвинения? И снова вырезка из документов, опубликованных СБУ. Показания жителей одного из сел Житомирской области Украины Юрия Пиляя. Сентябрь 1932 года, село Павлович, юго-восток республики. В дом Андрея Гришника входят сотрудники НКВД. Они требуют от крестьянина показать, где он прячет зерно. Напуганного мужчину прижимают к стене. Андрею ничего не остается, как отдать все запасы. Конечно, наступил тяжелый период. Чем он был усугублен? Он был усугублен вот той самой политикой всеобщей стопроцентной коллективной коллективизации, колханизации, созданием колхозов, которая велась без соблюдения каких-либо строгих исторических законов. Нельзя было за два-три коротких года загнать всех людей, тем более людей, живущих в сельской местности, в одну колею. Но может ли все это доказывать умышленно организованный, как говорят украинские историки, голодомор? Зерно у крестьян действительно изымали, но оно зачастую было украдено с полей. И об этом говорят другие улики. Например, сводки государственного политического управления при НКВД РСФСР. Лето – 1932 год. В Туловке у некоторых колхозников и единоличников обнаружено по 15-20 пудов похищенного хлеба. Воровство идет главным образом путем обрезания колосьев, соснопов и обмолота их, то есть во время отделения зерен от плевел. В Литожском колхозе ни одна бригада в течение двух дней не выходила на уборку урожая. Колхозники вместе с членами семьи массово срезали колосья соржи для личного употребления. За два дня была опустошена площадь в 10 гектаров. Все просто, да? Зачем работать, если можно украсть? Когда в 1932 году созрел урожай, то значительная часть этого урожая с колхозных полей была просто украдена. Кстати, именно поэтому в августе 1932 года принимается знаменитый закон о пяти колосках, или так называемый закон о защите или охране социалистической собственности, потому что это стало повсеместным явлением, причем именно на Украине. И это контраргумент в деле о геноциде украинского народа. Краденое зерно, по свидетельствам очевидцев, крестьяне прятали, но делали это от страха быть пойманными в попыхах. Мешки закапывали в земляные ямы, но, несмотря на запасы, люди все равно умирали от голода. Почему? Ответ мы нашли в тех же показаниях Юрия Пиляева. Дом Андрея Грешника спустя месяц. У его дочери сильный жар. Девочка не может заснуть, она бредит. Андрей отдал не все зерно. Один мешок остался зарытым во дворе. Семья украдкой ото всех печет хлеб. Через несколько минут мужчина чувствует резкую боль в области живота, начинаются галлюцинации. Чтобы понять, что же на самом деле происходило в УССР в те далекие годы, мы пригласили криминалиста Николая Четкова. Он проведет фототехническую экспертизу и поможет разобраться, чем болели и от чего умирали люди в Незалежной. Вот, в частности, у нас есть такая фотография, которая была опубликована, на которой изображены истощенные голодные дети. Если мы посмотрим, у них вздутые, вспухшие, распухшие, такие раздутые, раздувшиеся животы, я бы сказал. То же самое есть фотографии истощенного голодом человека. И если вы посмотрите, то живот у него, как говорится, прилип к позвоночнику. Вот такие животы являются характерными, что дети или люди поили недоброкачественную пищу. Там идут вот эти вот болезнетворные, гнилостные бактерии, которые размножаются быстро достаточно, поскольку внутри утробная ситуация, там тепло, влажно, что способствует размножению этих бактерий. И вызывает вот такие вот, такое вздутие животов. Криминалист Николай Четков делает сенсационное заключение. На фото дети с признаками не голода, а пищевого отравления. Эксперт уверен, они страдали хроническим воспалением кишечника, которое, в свою очередь, бывает при употреблении отравленной еды. Когда крестьяне, значит, осенью, зимой стали массово поедать этот хлеб, началось отравление организма этих крестьян. Когда это приняло массовый характер, то правительство, с тем, чтобы избежать распространения вот этой эпидемии, оно вынуждено было направить вот в районы распространения этой эпидемии, в том числе и отряды НКВД. Можно ли из этого сделать вывод, что зерно изымали у людей не чтобы намеренно заморить их голодом, а чтобы спасти? По уверению экспертов, злаки, которые крестьяне прятали в земляных ямах, поражало спорынья. Это вид очень токсичного грибка. А употребление таких зерновых вызывает эрготизм, отравление алкалоидами. Высокие их дозы приводят к мучительной смерти, низкие к сильным болям, умственным расстройствам и агрессивному поведению. Если мы говорим об отравлении алкалоидами, которое содержится в спорынье, для человека характерно бредовое состояние, галлюциногенное, он не отдает себе отчет в тех или иных действиях, у него затуманенное сознание. То есть на самом деле отравление спорыньей это очень сильное, сильное воздействие на организм человека. Далее в программе. Какую еще правду скрывает СБУ? Выгорело все. И нельзя было найти ни ягод каких-то, толком не было грибов. И кто прячет под маской добродетели звериный оскал? Я скрипнулся, человек умирал. Он же эсфиксировал уши. Американский голодомор. Почему об этом предпочитают молчать? Полно занятых указывают в период Великой Депрессии всего 10% с того, что... И с какой целью Виктор Ющенко подружился с Янки? Очень интересные вообще есть такие сведения официальные, подтвержденные американскими источниками. Американское лобби и геноцид украинского народа. Только проверенные факты и экспертизы, которые прольют свет на то, что в действительности происходило в республике во времена так называемого голодомора. Украинские историки уверяют, урожай в 1932-33 годах был хороший. Зерна и овощей хватило бы на всех. Вот только продукты отобрали власти, и именно поэтому начался голод. Так правда ли то, что в это время на Украине действительно собрали богатый урожай? Ну что ж, давайте разбираться дальше. Чтобы проверить это утверждение, мы решили поднять архивы метеостанций по всему Советскому Союзу, и вот что удалось выяснить. Давайте приглядимся к графику Центрального статистического управления СССР. По нему видно, количество урожая в 1931-1932 годах резко падает. Причина – повсеместная засуха. В Украинской СССР ситуация такая же, как и везде. Мы можем смотреть, что уже к апрелю температуры приблизились к 20 градусам, держались высокие температуры практически до конца сентября. Одновременно количество осадков было недостаточно, и возникали как раз периоды засух. Пик, допустим, осадков в начале лета не компенсировал запасы, так сказать, почвенной влаги, и в итоге засуха была губительной для посевов. Выходит, информация о том, что на Украине в это время был хороший урожай, тоже не подтвердилась. Об этом же свидетельствуют и другие факты. Няня-тележурналист Алексея Кашевого Татьяна Брысина пережила эти непростые годы, и мужчина навсегда запомнил ее рассказы об ужасах того времени. Вообще ничего не было, выгорело все. И нельзя было найти ни ягод каких-то, толком не было грибов, и их практически не было хлеба. У меня в руках целая подборка улик, которая доказывает, что от голода в этот момент страдали не только на Украине, а также в Киргизии, Узбекистане, Туркмении была нехватка продуктов в Татарии, Башкирии, Калмыкии, Карелии, Удмуртии, голодала по Волжье. Шокирующие факты, ужасающая смертность и даже людоедство. То есть голод бушевал повсеместно. Но украинские активисты закрывают почему-то на эти улики глаза и продолжают утверждать, что от голода пострадала только Украина. Причем масштабы в трагедии с каждым годом увеличиваются. Вот, например, историк и социолог Оксана Кись в 90-х писала о почти 4 миллионах жертв. Леонид Кучма в 2000-м говорил уже о семье. А Виктор Ющенко вообще спустя 7 лет о 10-ти. 10 миллионов человек цифра шокирующая. Мы решили обратиться к сухой статистике и проанализировать, насколько эти данные могут соответствовать действительности. Население ОССР перед тем, как начались события, которые в современной Украине принято называть голодомором, составляло 29,6 миллиона человек. То есть предполагается, что умер едва ли не каждый третий. В соседней Белоруссии, к сожалению, также наблюдался голод, и там погибло порядка 250 тысяч человек. При населении БССР порядка 5 миллионов. То есть примерно те же 5% населения. Никак не 30, как утверждают украинские коллеги. На сегодняшний день объективные исторические исследования показывают, мы можем, я бы даже сказал, с точностью до имени установить порядка 1,8 миллиона жертв голода в границах ОССР. То есть чуть больше 5% населения. Выходит, и с количеством жертв голодомора украинские эксперты и политики сильно преувеличили. Но если все приведенные независимыми историками факты доказывают, никакого геноцида украинского народа не было, то откуда вообще появился этот миф? Взгляните на эту фотографию. Нам удалось достать свидетельство того, что жена Виктора Ющенко и Екатерина была лично знакома с американским историком Джеймсом Мэйсом. Все подобные кадры кто-то тщательно удалил из всех поисковиков. И теперь это фото, пожалуй, единственное доказательство того, что Екатерина и Джеймс вообще когда-то встречались. В 1993 году после развала СССР он приехал на Украину и преподавал в Киево-Могилянской академии на кафедре политологии. Там он активно пропагандировал идею Голодомора как геноцида. Именно там будущая жена третьего президента Украины с ним и познакомилась. И возможно это не случайное совпадение, что Джеймс Мэйс и Виктор Ющенко говорят об одном и том же количестве жертв десяти миллионах человек. Но мы вернемся еще к американскому историку и его связям с элитой современной Украины. А пока снова сухие факты и официальная статистика. Люди бедствовали повсеместно. Больше всего от недостатка еды пострадал Казахстан. А в самой Незалежной гибли не только украинцы, но и другие жители республики. Русские, евреи, греки. Об этом можно узнать, изучив так называемые книги памяти жертв. Вот, к примеру, национальный состав умерших в городе Бердянске. Русские 842 человека, украинцы 155, евреи 66, белорусы 3, армяне 2. Очень важный документ. 25 февраля 1933 года Совнарком СССР принимает решение о выделении Украины из госрезервов более 35 тысяч пудов зерна. Интересно, что второй секретарь ЦК Компартии Украины Павел Постышев лично распоряжается отгрузить 700 тонн муки, 170 тонн сахара, 100 тысяч банок консервов и другой продовольственной продукции. Но почему-то именно этого человека украинские националисты называют палачом незалежной. Советская власть, которая, по мнению украинских экспертов, теленаправленно заставляла голодать жителей Украины, одновременно выделяет республике зерно. Но как такое возможно? Давайте взглянем на еще одну улику из прошлого. Эти документы недавно опубликовало наше Министерство иностранных дел. Телеграмма генерального секретаря ЦК у СССР Станислава Кассиора Иосифу Сталину о необходимости выдать республике дополнительную зерновую суду от 16 апреля 1933 года. Эту просьбу Кассиора удовлетворили, причем зерна выдали сверх того, что он просил. А вот еще несколько постановлений о дополнительной помощи Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Черниговской областям, но уже месяц спустя. Возможно, и этих улик для сторонников версии спланированного голодомора будет недостаточно. Потому мы отправились в Российский государственный архив социально-политической истории. Это перед вами письма Сталина, которые он написал из отпуска с юга в Москву двум своим ближайшим соратникам Лазарю Моисеевичу Кагановичу и Вячеславу Михайловичу Молотову поставить себе целью превратить Украину в кратчайший срок в настоящую крепость СССР, в действительно образцовую республику. Денег на это не жалеть. Но как же это возможно? Тиран и злодей, каковым Сталина считают на Украине, Если внимательно посмотреть на документы, то получается, что почти все свидетели Голодомора пишут о нем почему-то из-за рубежа. Об ужасах голода на Украине рассуждают жители Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка. Все они сбежали из СССР и остро ненавидели советскую власть. Большая часть из них имеет отношение к секретной операции «Аэродинамик», которая курировалась ЦРУ. И это подтверждает еще одна улика из прошлого. Справка из архивов СБУ о деятельности ОУН-УПА под номером 113. В ней указывается «Целью спецоперации «Аэродинамик» было создание на Украине вооруженных отрядов и распространенной шпионской сети». А для этого необходимо было не только заслать на территорию Советской Республики большое количество подготовленных разведчиков, но и создать для них правильную базу из лояльно настроенных к идеям националистов граждан Украины. Согласно опубликованным документам, именно в недрах ЦРУ и рождается идея превратить голод 30-х годов в историю о целенаправленном геноциде жителей УССР. Западная Украина июнь 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 1947 года. Офицер Советской Армии Георгий Санников находит неподалеку от Львова склад с оружием. Он уверен, винтовки, автоматы и взрывчатка предназначены для украинских националистов. Георгий ждет еще одна страшная находка – орудие пыток. На тайном складе целый арсенал для издевательств над людьми. Откровения офицера Советской Армии шокируют. По свидетельству Георгия Санникова любой, кто сотрудничал с Красной Армией или просто симпатизировал ей, становился целью националистов. Те, кто попадал к ним в руки, живым уже не возвращался. Умливчался человек всевозмездным способом. Обычно это здоровые ребята, избисты. Матузок на шею, ручки связаны на себя. Навешал вот человека вот так, вот этот бутузок, веревочку. И несколько секунд человек умирал. А сфиксией ручки тогда. Согласно тем же рассекреченным архивам ЦРУ, многие из этих убийц позже бежали из Украины не только на Запад, но и в Америку. Националисты охотно делились своими воспоминаниями о Голодоморе с иностранными печатными и телевизионными СМИ. В конце 60-х годов США был создан Всемирный Конгресс Украинцев. Большинство ее членов оказались беглыми нацистами, которые в году Америке естественно постоянно говорят об ужасе Голодомора, хотя многие из них никогда не были его свидетелями. Вот фотография, политика которой всячески этому Конгрессу содействуют и, конечно, считает Голодомор самым настоящим геноцидом. Знакомьтесь, министр иностранных дел Канады Христи Фриланд. Сочувствие к украинцам у нее в крови. Почему? Вот на этой фотографии мужчина в центре является дедом Христи Михайло Хомяк. Урожение Западной Украины и по совместительству нацист. В году войны работал редактором фашистской газеты Краковские Вести в оккупированной немцами Польши. У меня в руках один из выпусков этого издания от 24 апреля 40-го года. Номер выпущен к дню рождения фюрера и носит заголовок «Адольф Гитлер историческая постась 20-го столетия». Но что самое страшное, на Запад бежали тысячи вот таких же господ, как Михаила Хомяк. Некоторые эксперты считают, идея назвать голод внезалежный геноцидом украинского народа появилась именно в Канаде. Поэтому неудивительно, что в 2012 году именно канадский университет в городе Эдмонтон провинции Альберта издал хрестоматию Голодомора. В нее вошли работы многих историков и политиков, большая часть авторов граждане США. Есть еще одна очень важная улика. Вот на этой фотографии несколько украинских иммигрантов, проживающих в США. Это участники общества обучения за границей под невинным названием Пролог. Но на самом деле вот эти люди занимались антисоветской пропагандой и диверсионной деятельностью. Участники Пролога заверяли, что в случае нападения НАТО на СССР они поднимут против советов 100 тысяч человек. А информационная кампания о Голодоморе для них является таким же оружием, как и спрятанные в тайниках винтовки. 1949 год. Самолет готовится к взлету на аэродроме в Западной Германии. На борту Микола Лебедь, шеф издательства Пролог, главный куратор операции Аэродинамик. Кличка «Черт». Во время войны Микола активно сотрудничает с фашистами, а после ее окончания устраивает диверсии на территории СССР. Потом бежит в Рим, оттуда в Мюнхен, где живет под именем Роман Туран. Через несколько секунд его самолет отправится в Нью-Йорк, где он продолжит сотрудничать с СРУ и получит вид на жительство. Там советские агенты не смогут добраться до лидера украинских националистов. После Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны эмиграция была в основном представлена ауновцами различных толков и вариаций. Там бандеровцы, мельниковцы. Были другие ответвления украинского национализма, не связанные с аун, там бульбовцы и так далее. Были ССовцы из разгромленной дивизии в АФНССГ Галичина. В распоряжении нашей программы оказалась еще одна улика, которая, возможно, поможет разобраться в истории с Голодомором. Это распоряжение созданий того самого издательства «Пролог». Появляется рабочая группа даже по государственному заказу, причем название группы было примерно таким, по изучению голода, инспирированного советским правительством. То есть уже заранее давалась установка в каком духе надо изучать вот эту проблематику. Доподлинно известно, что помощь прологу оказывал американский историк Роберт Конквист. В своем труде «Большой террор. Сталинские чистки 30-х» он открыто писал о советском лидере как о жестоком тиране. Вслед за этой работой историк издал книгу «Жатва скорби. Советская коррективизация и террор голодом». В ней американец прямо говорил, именно Сталин и «Большой террористы» на территории республики. Но прошлое «Конквиста» было раскрыто журналистами газеты «Гардиан» в 1978 году. Ежедневное британское издание нашло подтверждение того, что американский историк – агент информационного исследовательского отдела ЭКД. Главной задачей этой организации была борьба с коммунистическим влиянием по всему миру путем насаждения нужной информации среди политиков и журналистов с тем, чтобы они в нужном русле влияли на общественное мнение. Роберт Конквист работал на ЭКД с момента его создания до 1956 года. Британские журналисты утверждают, после того, как он формально вышел из этой организации, Конквист продолжил писать книги по заказу спецслужб, пользуясь их же финансовой поддержкой. Проведя собственное небольшое расследование, мы выяснили, что американский историк Джеймс Месси, который, как мы уже говорили выше, активно общался с женой третьего президента Украины Виктора Ющенко Екатерины и распространял информацию о голодоморе и геноциде украинского народа, был у Роберта Конквиста ассистентом. Все сошлось. И по мнению некоторых независимых исследователей, именно профессиональный разведчик Роберт Конквист и его помощник Джеймс Месси были одним из главных двигателей мифа об украинском голодоморе, который родился в идеологических отделах ЦРУ. К концу 80-х американская антисоветская кампания о массовом голоде на Украине достигает своего погея. В США комиссия, созданная Конгрессом, публикует доклад о геноциде четверти украинского населения. И в их смерти обвиняют, конечно же, Сталина. Вот выдержка из этого документа. Иосиф 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 Иоаннович и его окружение совершили геноцид в отношении этнических украинцев в 1932-33 годах. А это уже улика из настоящего. Фотовыставка так и называется «Голодомор. Геноцид украинского народа», которая недавно состоялась в Риге. Экспозиция со страдающими от недоедания людьми. Но подлинные ли это фотографии? В этом нам поможет разобраться фотопортретная экспертиза. Это отдельный вид идентификационных исследований, который заключается в анализе и сравнении внешних примет местности, данных анатомии и морфологии человека. Посмотрим снимок, который вот слева. Стена дома, из которого выходят женщины. Это мазанка, что характерно для Украины. Вот такая глухая дверь и глухие стенки. Если же мы посмотрим на эту фотографию, которая справа, что прежде всего бросается в глаза, что это деревянный дом. Причем, если посмотрим внимательно, он сделан из не толстых бревен и не толстого бруса, а из очень тонкого. То есть он не рассчитан на холодные зимы, которые все-таки на Украине бывают, хотя они достаточно суровые. Следующий момент. Вы посмотрите, какое окно от потолка практически до пола, что точно не характерно для Украины. Там небольшие окна, тем более для 30-х годов. Эксперт предполагает, фотография справа никакого отношения к Украине не имеют. Ее сделали где угодно, только не там. Они имеют немножко другое строение носа, глаз, рот, нижняя часть лица. И сравнивая все выразличия, которые просто видно, бьют в глаза, можно с уверенностью сказать, что вот этот снимок сделан не на Украине. Вывод эксперта шокирует. Снимки с выставки подделка. Они сделаны не на Украине, и люди в кадре совсем не восточнославянский народ. А дальше еще более смелое предположение. Внимание! На фото скорее всего американские фермеры, пережившие голод 30-х годов. А кадры взяты из фотоархивов Конгресса США. В нем хранятся тысячи оцифрованных доказательств, страшных событий, которые пришлось пережить миллионам американцев во времена Великой депрессии. А значит, еще одна улика не прошла нашей экспертизы. Но тем не менее, эта фейковая экспозиция уже объехала почти весь мир. Но почему же в Соединенных Штатах Америки уже десятки лет молчат о своем голодоморе? Ведь он тоже, как и в СССР, начался в 30-е годы. А вот воспоминания Джека Гриффина, свидетеля тех лет. Мы заменяли нашу привычную любимую пищу на более доступную. Вместо капусты использовали листья кустарников, ели лягушек. В течение месяца умерла сначала моя мама, а потом старшая сестра. В период Великой депрессии с 1929 по 1933 год от голода в США погибло по приблизительным подсчетам больше 8 миллионов человек. Такой вывод делают независимые эксперты. Но правительство Америки до сих пор не хочет признавать массовые смерти от недоедания своих соотечественников. В Штатах даже придумали оправдание для катастрофической убыли людей. В Вашингтоне заявляют, это связано не с голодом, а с миграцией. Правда, куда из страны за несколько лет уехало население, сравнимое по численности с населением крупного мегаполиса, никто не поясняет. 5 миллионов человек американских фермеров за эти годы были согнаны на своей земле. ну, надо прощать, а куда эти 5 миллионов делись? А где, за счет чего жила вся эта безработная масса? Зато выводы по Украине американские аналитики делают с удовольствием, характеризуя события 1932-1933 годов не иначе, как геноцид. И что неудивительно, этот миф времен пика Холодной войны, как правило, с новой силой начинает раскручиваться именно тогда, когда нужно усилить противостояние Киева и Москвы и демонизировать Советский Союз, приравняв его к фашистской Германии. Да, голод действительно был, и этот факт неопровержим, но от нехватки еды страдали не только жители Украины, а люди по всему СССР. А с вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok